Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной ролик немецкого ветерана, который дает интервью. Выжил белый и пушистый, никого не убивал, ничего не знает. Так что слушаем! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Когда вы родились, где, в какую школу ходили, как жили до войны? Родился я в 1918 в древнем городе Вельсе, в Австрии. Ходил сперва в начальную школу, потом в среднюю. Это было время безработицы, я тогда параллельно выучился на Портнова. В 1939 году, 1 ноября, меня призвали в Вермахт. Сначала проходил обучение в Линдсе, потом служил в 45-й дивизии. Как долго продолжалось военное обучение? С ноября до февраля 1940 года. В феврале-марте мы были отправлены во фронтовую часть в Гессен, в Германию. А уже оттуда мы участвовали в компании во Франции. Какие у вас воспоминания о Баншлюзе Австрии в 1938 году? Как это было? Нормально, пришли немецкие войска, вступили. Спокойный, вот войск, без боев. А как вы лично это восприняли? Были ли немцы тогда для вас врагом или как? Мы все надеялись, что теперь получим работу. У нас было очень много безработных. В 45-ю дивизию вы попали сразу после обучения? Да, она стояла в Линдсе. Когда вы вошли во Францию, тяжело было? Да, когда нас первый раз вели в дело, бои были относительно тяжелыми. Когда состоялась первая переправа через реку, это тоже было весьма затруднительно. Непривычно и нелегко. Был сильный артиллерийский обстрел, били и стрелковое оружие. А кто вы были по званию во время французской кампании? Стрелок. В 41-м году вас перевели из Франции в Варшаву? Как вы это восприняли? Было две возможности. Первое, мы с Россией были друзьями. Да-да, на тот пакт Гитлера и Сталина. Из-за чего часть товарищей предполагала, что мы получим разрешение проехать через Россию на юг. Это была одна версия. Вторая версия была такая. Я должен был поехать на командный пункт, и там была женщина. Такая же красивая, как и вы. И она мне вкратце пересказала то, что слышала по английскому радио. То есть, будто между Германией и Россией будет война. Я об этом не распространялся, потому что у меня были бы проблемы, понимаете? Если я об этом где-то бы сказал, возникло бы огромное дело. Эта женщина, наверное, была из французского сопротивления. Когда вы поняли, что вот-вот сейчас начнется война с Россией? А мы этого не понимали. Даже 22 июня? Мы этого не поняли. За день до этого мы были в лесу под Белостоком, на границе. Я был связным у командира роты, и он мне сказал, что вот-вот будет война с Россией. А я ему ответил, что надо надеяться, чтобы у нас не вышло так, как у Наполеона. Мы помолчали, и тогда он мне объяснил, что мы уже находимся на той самой позиции, с которой будем наступать. Что вы можете вспомнить о последних минутах мира? Как произошел переход к войне? Последние минуты? Переход? Да, это уже поздний вечер был, а в 3.50 уже началось. Так что много времени на переживания у нас не было. Когда мы были во Франции, в Британии, была ночная бомбежка, в которой был разрушен вокзал. Мы его расчищали. Я там нашел вот этот крест. И он мне сказал, сохрани меня, и я тебя защищу. Этот крест был со мной всю войну в России. 22 июня я его из сухарной сумки вытащил и помолился. Вам было страшно? Что вы чувствовали? Ощущения это плохо. У меня не было. Было чувство, что все будет хорошо. Я верил. Известно, что 22 июня на Брестскую крепость был очень сильный немецкий арт-налет. Ваши комментарии, как свидетеля? Да, именно так и было. Потом в 6 утра мы, наш батальон, переправились через Буг на резиновых лодках. Что касается предварительной подготовки к этому, то у нас всего был один случай, тренировка где-то под Варшавой, на местности. Напоминавший Брест, мы форсировали реку, это все. Затем возник бой, но потерь у нас не было. Видимо, дело было в том, что мы наступали с другой стороны Бреста, не со стороны крепости. Мы вышли к высоте 140, взяли ее и прикрывали. А стреляли там, дальше. Так что для меня Брест не был самым тяжелым сражением. Ворово, там было тяжело. И на Березине, быстрый плен, и еще Перечица, и Ягодин. Вы думали, что война быстро закончится, или все же было предчувствие, что это надолго? В 41-м ничего не предполагали, надеялись, что все будет быстро. Но когда наступила зима, оказалось все по-другому. Кроме того, нам было заранее известно, что Россия огромная страна. Вы можете вспомнить первого русского солдата, которого увидели? Живого или мертвого? Какое было впечатление? Живого, пленным под Брестом. Но мы были солдаты, и завидовали ему, что для него война, слава богу, уже закончилась. Это только потом мы узнали, что были тысячи и тысячи пленных, которых мы ничем и никак бы не смогли обеспечить. Когда было больше всего пленных? В первые дни или позже? Тех, которые я сам видел в первый день, их было не так много. Сто, может, двести. Потом я какое-то время вообще пленных не видел, потому что наш батальон погрузили в самолеты и перевезли в Минск. Мы охраняли там аэродромы. А сколько дней вы были в Бресте? Пять дней, шесть где-то, ну, до десяти точно. Ваш командир роты, обер-лейтенант Милленер, там погиб. Вы видели, как это было? Я был у него связным, границу вместе мы с ним перешли. Как он погиб, я точно не видел. Там был перекресток, он вылез пофотографировать и его подстрелили. Это было после Бреста или в Бресте? В самом Бресте. И тогда командование роты принял наш бывший президент Кирхлер. Интересно, да? Помните ли вы что-нибудь про прорыв русских бронепоезда и кавалерии из окружения? А, бронепоезд, под Пинском. У реки, да, там им подбили первый русский бронепоезд. Еще лейтенанта Берга тогда убили. Это было через три или четыре недели после начала войны. Но я тот состав не видел. Мой первый увидел у Ягодина. Только там вообще не было кавалерии, только русский бронепоезд. Расскажите про бои за Киев. Я там не участвовал. Я был в Березане и Ягодине. Там действовало четыре или пять русских бронепоездов. Офицеры, женский батальон. Там была дорога, потом лес и пшеничные поля. А через них железная дорога и Ягодин. Мы еще прикрывали. А там шло на прорыв где-то сто-двести тысяч русских. Я это узнал, потому что был связным. На нас двигалось невероятно много русских. Мы не могли столько стрелять. Когда они атаковали, их пехота стала по нам лупить. Мой друг просто залез в копну и пропустил их мимо себя. Потому что ему бы на всех патронов просто бы не хватило. Русских было слишком чересчур. Мы отступили в лес и в нем начали переговоры с русским комиссаром. Вроде бы они хотели сдаться. Но кажется произошло недоразумение с переводчиком. Мы думали, что они хотели сдаться. А они думали, что это мы сдаемся. Это было как раз с нашим батальоном. Мы там в лесу многих потеряли. Ягодин обошелся нам где-то в 300-400 человек. Результат был такой. Уже темнело. Мы были в лесу. А русские обошли его по окраине с другой стороны. И когда оттуда вышли, то оказались на открытом месте. Где потеряли еще больше народу. У нас вроде одного ранило на том поле. За ним послали санитара. А санитарами у нас были обычно священники. Его убили. Потом еще трех отправили. Их тоже убили. Раненого так и не вытащили. Тогда Оберфельд Фебель сказал, что мы все тупицы и сам туда пошел. Его тоже застрелили. Уже на обратном пути. Всех в голову. Снайпер. Хорошо, что меня не послали. Нами тогда командовал обер-лейтенант Миске. Берлинец. Как вы оцениваете боевой дух русских в июне под Брестом, а потом под Киевом? Бои были одинаково тяжелыми. Возможно, во время войны боевой дух солдат изменится. То они начали больше сдаваться, то меньше. Когда начали понимать, что их дела не так уж плохи. Нет, русский солдат, как и немецкий, просто хочет домой. Если его окружили, он испробует все, чтобы только прорваться из окружения. Потому что домой хочет. Понимаете? Видели ли вы, что русские сдавались в плен большими группами? Батальонами, полками, дивизиями? Я этого сказать не могу. Я был связным и далеко не всегда находился прямо на поле боя. Но, может быть, вы что-нибудь слышали? Иногда, да, в Котле, под Киевом, в том же Бресте целый рот издавались. Но я сам этого не видел. Это вам надо у танковых командиров, в танковых дивизиях спрашивать. У них было больше всего пленных. Мы, пехота, по последним приходили. Что вас больше всего впечатлило, когда вы пришли в Россию? Во-первых, соломенные крыши. И везде были соленые огурцы. В России тогда жизнь простых людей была и так тяжелая. Зачем вы пришли разорять бедняков? Я об этом не думал. Да, мы видели бедных людей, но об этом не думали. Как вас встречало гражданское население? Некоторые говорят, что встречали хорошо, некоторые, что никак. Как было лично у вас? Лично у меня не было никаких проблем с гражданским населением. Я, например, когда мы наступали, прошел один несколько сел, получил приказ от командира догнать наш обоз, кухню, в каком-то населенном пункте. На Украине это было. Я искал этот обоз, и мне сказали, что он в том-то месте. И когда я пришел в это село, русское население встретило меня яйцами и маслом. И я должен был выпить сырое яйцо. Потом подъехал какой-то немецкий майор и закричал на меня. Типа, что я здесь делаю и почему один в деревне? И ответил, что у меня приказ найти обоз. Потом оказалось, что это село еще не занято немцами. И в общем, мне повезло, что ничего не случилось. Русское население боялось немцев? Как и везде, были многие, которые были за коммунистов, были и те, которые за нас. Но в целом у меня с местными никогда не было проблем. Был обмен, продукты, табак, а потом меня перевели в штаб батальона. Он всегда располагался где-то в тысячу метров от линии фронта. И вот там уже вообще всегда существовали отношения с гражданским населением. К примеру, в Сталином мы стояли аж в 10 километрах от линии фронта. И очень тесно общались с местными жителями. Никаких неприятностей не было. По отношению к населению, например, как-то мы жили в одном доме с русской семьей. Три километра от линии фронта. С ними тоже все было прекрасно. У нас была мука, мы ее давали. И они пекли для нас хлеб. И еще там была учительница из Москвы. Когда она увидела у нас отличную аэрофотографию своего города, множество домов, улиц и так далее, то сказала, что это пропаганда, что этого не может быть. В штабе батальона вы тоже были связным? Да, я всегда был связным. Радист, телефонист, связной. А, связистом, не связным. Когда как в штабе батальона был информационный полувзвод. По-немецки, штабфель. И в информационном полувзводе был связной. Понимаете? Если нужна была линия, прокладывали линию. Если нет, то посылали связного. С 41-го по 42-й год я был ротным связным. А потом стал батальонным. Сначала был приписан к 4-й тяжелой пулеметной роте с танковыми пулеметами МГ. А потом эти тяжеловооруженные 4-е роты везде разделились. А их оружие распределили по 3-м первым ротам. Поэтому нас, ротных связных, перевели в штаб батальона. У вас были какие-то коды для переговоров? Секретные языки? Для этого я проходил специальное обучение в Гессине. Там же я как-то был наказан. Когда нас переводили в фронтовую часть, мы с моим другом. Он уже умер, к сожалению. На 2 ночи задержались в касселе. Не сообщив об этом начальству. А трое других уже прибыли. И как только мы появились, нас сразу же наказали. Послали из 4-й роты к минометчикам. Там мне дали оружие. Два ящика с оборудованием и телефоном. И я должен был доставить сообщение и провести телефонную линию между двумя их позициями. На этом учебном марше я позорно потерял один ящик с оборудованием. Потому что у меня уже не было силы его тащить. Затем я явился к обер-лейтенанту и сказал ему, что я портной и никогда не учился таскать подобные гробы. Он на меня накричал и сказал, что таким не место в армии. И послал на медкомиссию. Там меня признали годным, но слабым. И после этого я был у него только персональным связным. У обер-лейтенанта Мильнера. А когда его убили, у Киршлера. Потом меня ранило. Я был некоторое время в госпитале в Киеве. А когда вернулся на фронт, в штабе полка встретил друга. Спросил у него, не нужен ли им в штаб полка портной. Он сказал, что да. И некоторое время и правда был там портным. Потом после пересортировки был радистом, телефонистом и связным в штабе батальона. В боях, в общем, я никогда не участвовал. Потому что все время был связным. Когда вы были ротным связным, основная задача была держать связь со взводом или с батальоном. С передовых позиций в батальонный полк. Сообщение лично вы отсылали? Или лично на силу или по телефону, или по рации, в зависимости от боевой обстановки. Вы были ранены. И когда это случилось? Да, это было зимой 42-го года, недалеко от Камаричи. Нас атаковали русские танки, около 40 штук. Мы отступили, и целый полк потерял оружие. Это могло кончиться трибуналом. Мы собрали свое оружие, которое осталось, и попытались отвоевать то брошенное под Камаричами. Та меня и ранила. Как вы спасались от холода зимой 41-го года? У нас было летнее обмундирование, зимнего обмундирования не было. Мы были в Ельце до декабря, потом отступили в Ливны. Во время отступления было очень много обмороженных, хотели отметить Рождество, но у нас ничего не было. В Ливнах мы частично получили зимнее обмундирование, его сбросили с самолетов, но это было поздно и мало. Я, как умеющий шить, тогда был вынужден сам самостоятельно изготовить перчатки. Были ли случаи, когда местное население вам давало теплую одежду, или, может быть, вы сами что-то забирали? Не-не, вообще ничего, я лично нет. У нас и возможностей такой не было. Мы отступали, русские нас преследовали. Мы хотели лишь оказаться в безопасности. Выходим из деревни, русские туда входят. Мы не могли останавливаться. Кавалерия по пятам гналась, сотню километров бегом отступали, ни времени, ни возможности не было. С местным населением тогда вообще никаких контактов не было. Зимой 41-го у вас всегда была горячая пища? Была, но очень мало. Когда отступали, ее практически не было. По 2-3 дня ничего не ели. Один раз зашли в русский дом, там хозяева были. Еда приготовлена, курица, горшок с похлебкой наверное. Красную армию встречать приготовились. Один раз такое было, но и то случайно. Во Франции мы, когда наступали, то проверяли, чтобы носовые платки были, воротники чистые, защитные средства. А здесь у солдат немецкой армии ничего не было. Фотографии Сталинграда видели? Вот такими мы тогда были. А когда это произошло, мы опять должны были стать элегантными. Какая была тогда мораль у немецкой армии? О чем вы говорили? Что думали? Товарищи говорили, что мы крепко попали. Есть такая книга, выстрел в голову спереди или расстрел сзади. Русского майора, который командовал штрафным батальоном, сначала у него было в подчинении 500 или 600 человек, а стало строя. У нас было точно так же. Вы что-нибудь слышали о немецких штрафных подразделениях? Был штрафной батальон «Три шестерки». В лагере военнопленных, куда я попал, сидели коммунисты, которых попадали в штрафной батальон «Три шестерки». Поэтому я знаю, что он существовал. Тот коммунист был у нас бригадиром. Тогда мы в Сталин уголь добывали. Летом 44-го года на Березине я ночью по радио случайно услышал разговор, что через пару-тройку часов группа немецких солдат должна перебежать к русским. Так вот, он был командиром этого взвода. 15-16 человек было у него в подчинении, а с ними он и сам хотел перебежать. У них в взводе был один русский, и этот русский их предал. Обер-лейтенант Мацухата его звали. А у вас были Хиви? Да, на кухне, вот один такой и сдал. А этот обер-лейтенант в 1933 году еще в Берлине был депутатом от коммунистов. У Хиви было оружие? Нет, я думаю, что нет, я не видел. Когда они появились в вермахте? В 1942-1943 годах. По нашим сведениям, после поражения под Москвой мораль немецкой армии заметно упала, когда она опять восстановилась. Это персональное ощущение, у всех по-разному. Лично у меня здесь в Ливнах был разговор по радио. Нас атаковали русские танки, нам нужен был арт-огонь. Артиллерийский командир мне ответил, что у них всего 7 выстрелов, 3 им нужно для пристрелки, а 4 они могут отстрелять на поражение. И все, больше у них ничего нет. Вот в этот момент я и другие товарищи сказали, ну что, это еще и значит, что у нас ничего нет? После Сталинграда все уже было ясно, что дело проиграно. Везде было одинаково. Например, я говорил в Ягодине было сообщение, что наступает где-то 100 тысяч 200 тысяч русских солдат. Реакция такая, не может быть, исчезни, я не хочу тебя видеть, ты издеваешься? Это было в 3 часа дня, а в 5 часов уже был вопрос, господин Уллерих, почему вы не выступили с тяжелым нашим вооружением? Предположительно, то же самое было и в Сталинграде. Летчик-майор докладывал вставку фиреру, что русские танки наступают в бесчисленном количестве, там сказали, что он шутит. Снова и снова руководство не хотело видеть реальность. Пехоте оно вообще не верило, и это означало, что пехоте жопа. Летом 42-го немецкая армия опять наступала, настроение улучшилось? Нет, как я уже сказал, после 41-го года все было ясно, и командирам тоже, которые в партии и не были, они соображали. Вы слышали про приказ о комиссарах? Про то, что комиссары должны быть расстреляны? Я лично об этом приказе никогда на войне не слышал. Наши дивизии его не зачитывали. А когда вы о нем узнали? Уже дома. А если и был бы такой приказ, то мы бы этого не делали. Понимаете, если была какая-то возможность этому помешать, мы бы помешали. Я сейчас говорю только про мое окружение. Может быть в каком-нибудь другом полку и были фанатики из нацистов. Тогда да, комиссаров расстреливали бы. Пропаганда в немецкой армии и образ врага. Были какие-то плакаты, листовки про плохих русских, большевиков или еще что-нибудь? Не, не могу вспомнить. В русской армии вы давали водку, спирт, а вам, если да, то как часто? Да, давали. Не для того, чтобы согреться или атаковать, а как дополнительный паек. Не каждый день, по-разному, как шоколад. Или, например, в Сталина зимой 41-42 года нам один раз дали по одному апельсину от итальянцев, наверное, досталось случайно. Были проблемы с овшами? О, в огромных количествах, в огромных. И как вы с ними боролись? Только руками. Больше ничего не было. Ни порошков, ни мази, ничего. После того, как три недели отступали от Ельца до Ливен, мы увидели пункт очистки, и нас роту за ротой в нем обеззараживали. Такие пункты были в двух автомобилях. Фотографии вы сами делали или у вас был фотограф? Нет, другие фотографировали и фотографии делали, мне просто их давали. Солдатам полагался отпуск? Да, каждый год, три недели, лично я ездил домой. Пересадки для поездов с отпускниками были в Конотопе и Курске, смотря куда направляешься. После отпуска было тяжело снова ехать на фронт, поэтому были те, кто вовсе не возвращались в свою часть, смотря куда они прибыли. В горах еще можно было спрятаться, а на равнивне шансов нет. Вы только поэтому возвратились в свою роду? Понимаете, я очень лобильный человек, я ходил в церковь, Господь мне сказал, ты вернешься домой, и на этом для меня был вопрос закрыт, тема исчерпана, лично я уже как-то не особенно над чем-то задумывался, верил, что вернусь просто и все. Что вы можете сказать о партизанах, ну и о природе этого явления? Да, во время войны мы всегда знали, что они есть, но мы были фронтовой частью, сами с ними не сталкивались. То, что уже потом об этом я дома думал, что то, что захватчик не может быть другом. Предположительно, много партизан было выращено, воспитано среди хиви, у нас с ними не очень хорошо обращались, и наверняка многие из них тогда уходили в партизаны, не знаю. В немецкой армии то же самое было, снабжение не доходило до тех, кому оно предназначалось, ни до нас не доходило, ни до населения, я не знаю точно, как было, но я сейчас так считаю. Русское наступление летом 44-го года было неожиданным, или о нем все знали? Тем летом мы знали позиции на Березине, в лесу 22-23 июня примерно было начато большое русское наступление, но это не у нас было, а там дальше, мы от других слышали, а сами им еще не были затронуты, я доставлял донесения и встретил нескольких их военных, они все говорили, что русский наступает, а я вернулся к командиру, говорю, господин обер-лейтенант, русское наступление, он мне, да ты шутишь, там на Березине болото, вероятно, они и заглушали разрывы снарядов, мы стрельбу особо-то и не слышали, тревогу у нас сверху не объявляли, тогда мы превентивно отошли на запасную позицию, после полудня взводный мне передал, что его начальство отправляет меня разведывать обстановку, я пошел в соседнюю деревню, постепенно по пути стрельба становилась все слышнее и слышнее, там встретил двух немцев, нюрнбергсцев, они ничего не знали, я вернулся назад и увидел батальон связного, который тоже посылали разведывать обстановку, но и он не имел понятия о происходящем, тогда я пошел на позиции полка и только там выяснил, что мы окружены и весь Бобруйск тоже, тут наступило время обедать, было 15 часов, этого я точно знаю, я собрался обратно в батальон, но тут меня предупредили, что предположительно по той же дороге, по которой я шел сюда, едут русские, это все на позициях полка было, мы начали соображать, как бы отсюда вырваться, мы отступали, а к вечеру в полк пришло сообщение, что раз Бобруйск в русских руках, мы должны пробиваться к 4-й армии, мы шли вдоль железнодорожной линии, и вот примерно по этой деревне, показывает на карте, встретили мальчика, попробовали у него выяснить, как нам прорваться, потом попали в болото, потом между двумя деревнями встретили группу офицеров, и они нам рассказали, что надо идти в ту сторону, пошли туда, и уже думали, что прорвались, но в конечном итоге напоролись на русских, пришлось вернуться в эту деревню, показывает на карту, там мы встретили офицера РНСДАП, он тоже уверенно сказал, что надо идти в ту сторону, мы ответили, что ты смеешься, там русские, они уже нас обстреляли, в конечном итоге мы ушли в лес, там увидели немцев, тысячи солдат, штабные офицеры, генералы, говорили, что русские заняли дорогу Могилев-Бобруйск, мы перешли через нее, я не знаю, где это уже было, а кругом действительно уже были русские, потом вышли на лесную дорогу, и уже там продвинулись по ней дальше, услышали, что кто-то поет по-немецки, Deutschland, Deutschland, Überallis, тут мне один говорит, что это что-то странное, ловушка, немцы не такие глупые, да и звучит это с русским акцентом, мы их позвали и они отозвались, оказалось, это были немцы, нас стало семеро с молодым лейтенантом, обсудили обстановку, решили, что родина это где-то там, ночью попытались пробиться, около 12 ночи прямо над нами пролетел самолет, и тут прямо на нас идет русский комиссар, все залегли без движения, обошлось, ну, ушли в пшеничное поле, и все-таки вам было страшно попасть в плен, да-да, это было бы как русский под Киевом, руки вверх, потом встретили немецких пехотинцев с лейтенантом, он мне сразу, ты, где твое оружие, спрятались мы на поле, где комбайны, мимо проходили русские, и предположительно, застрелили того лейтенанта, мы разбежались, как стемнело, и два дня я один шел на запад, там снова лес был, потом снова поле, потом я увидел четверых человек, один закричал, «Германия», и я опознал один из немецких диалектов, это были четверо штабных офицеров с красными лампасами, они меня спросили, откуда я, я рассказал, тоже спросили, где мое оружие, потом сказали, что раз я без него, то, наверное, я из русского плена, потом проголодался и хочу жрать, пошел с ними, двинулись вдоль Березины, мимо аэродрома, перешли реку, зашли в лес, офицеры сказали, что надо быть осторожными, так как они той ночью напали на русских, и каждый встречный Иван теперь нас убьет, тут появился не один Иван, а целые две роты, мы спрятались в лесу, и опять наступили сумерки, поймали нас, потому что командир этого русского отделения был в немецком плену, и знал, что немецкие офицеры пользуются одеколоном, его запах и они унюхали, офицеров, куда увели, не знаю, а меня отправили на сборный пункт, там допросили, допрашивал земляк из Линца, в 33 году он участвовал в стычках с нацистами, а потом уехал в Россию, он был коммунистом, служил в Красной Армии, и меня допрашивал, откуда-то он узнал мой голос и сказал, эй ты, я тебя знаю, ты откуда, он конечно хотел меня расспросить, как там, на родине, затем он мне сообщил, что по приказу Сталина, все немецкие военнопленные распределяются на работу, что в Сибирь, хотя и едут, но на работу, что больше никого не расстреливают, мне дали немного поесть и оставили в покое, потом нас всех отправили в Бобруйск, оттуда на поезде в Москву, на марш пленных, там мы находились 4 или 5 дней, это в июне 44-го было, где вы были в Москве перед этим маршем, предположительно, это был ипподром, сперва мы были на бывшей пожарной станции, не знаю где, там нам дали немного поесть, потом мы должны были построиться в шеренге по 24 или по 30 человек, не помню, и так промаршировали по Москве, офицеры спереди, мы сзади, по каким-то улицам, не знаю, пришли на Курский вокзал, там немецкие офицеры должны были принять командование, потом по 1200 человек погрузили в поезд, и поезд уехал, вас охраняли русские солдаты? Я сам не видел, но другие говорили, что население бросалось на пленных, правда, там, где я шел, такого не было, русские солдаты должны были нас защитить, но я этого не видел, а то, что вы видели, как вам относились столичные населения, кто-то что-то кричал или смотрели молча? Мы сами никуда не смотрели, просто промаршировали, отстраненно, без всяких мыслей, как мертвые, все закончилось, и мы шли в плен, без мыслей, без чувств, потом я оказался в угледобывающей бригаде, затем два места перешивал вещи для русского комиссара, которые он взял в Германии, позже был в селе, работал на земле с русскими крестьянами, в сентябре собирали урожай, потом, в 45-м году, всех пленных собрали обратно в лагере, сказали, что все едут домой, там были немецкие повара, был комиссар, две-три медсестры, офицеры, еще не знаю кто, но человек 20 начальства, комиссар сказал, что все закончилось, и мы едем домой, в ноябре 45-го года, к моему дню рождению, я уже был дома, подарок на день рождения, вам прочитали приказ о капитуляции Германии, как вы его восприняли, да, прочитали, у нас ведь были политинформации, и комиссар был, не коммунист, ни в коем случае, нам даже устроили вечер с музыкой и танцами, девушки были югославские, из соседнего лагеря, среди вас наверняка были люди, из антифашистского движения, да, тот обер-лейтенант, и еще два коммуниста, мой бригадир был красным, еще с до нацистских времен, из Шлези, Вальтер Лаури, в целом, у него не было никаких привилегий, была фотография из газеты, где его жена встречает, красную армию с цветами, он эту фотографию показывал, начальству в лагере, они сказали, что это может быть правдой, а может и нет, никаких существенных льгот в лагере у коммунистов не было, предположительно, этот Вальтер Лаури потом был комиссаром полиции восточного Берлина, но я точно этого не знаю, какие мысли вас посещали в плену, вас и ваших коллег, да, никто там ни о чем особенно-то и не помышлял, один как-то раз сказал, что если бы он знал, что попадет в плен, то каждое утро ел бы бутерброд с мармеладом, чего вы боялись больше всего, быть покалеченным, убитым или попасть в плен, очень тяжелый вопрос, я уже говорил, я очень лабильный, поэтому об этом и не думал, были многие, которые думали, а я нет, у вас были награды за войну, да, ближний бой, железный крест и пехотная атака, а за зимнюю кампанию 41-42-го, мороженое мясо, да, вот на фото показывает, вы получали деньги, как солдат, сколько, в каких единицах, да, получал, как солдат и как ефрейтор, немного, в России в рублях получал, в Ягодине был целый банковский поезд с этими рублями, были ли у вас какие-нибудь трофеи, там, русское оружие, оружие нет, но некоторые брали русское ППШ и СВТ, потому что они были лучше, чем наши, но в стрелковых ротах такого не было и трофеев у меня не было, я русские трупы вообще редко видел, в Ягодине только видел, как штабель трупов лежал, а потом такого вообще больше не встречал, у вас был меховой солдатский ранец? нет, у нас сумки были в повозках с собой, кроме боевого обвеса ничего не носили, а вам до отпуска было известно, как идет жизнь в Австрии во время войны, да, мне писали, там были карточки, по ним получали хлеб, еще там всякое, ваша дивизия изначально была австрийской, а пополнение приходило из Австрии или Германии, да, отовсюду приходили, во взаимоотношении между австрийцами и немцами были проблемы, как между берлинцами и мюнхенцами, так примерно, в вашей дивизии было много народу из окрестностей Вельса, да, и отсюда, и из Линца, там до сих пор есть еще сообщество из штамишт, регулярные встречи в ресторане, потому что еще остались ветераны 45-й дивизии, здесь уже нет, у вас имеются контакты с вашими бывшими сослуживцами? Нет, все кончились, из моих больше никого не осталось, хотя в Вельсе есть еще ветераны Второй мировой, встречаемся изредка, что можете сказать о немецко-российской политике? Знаете, я считаю, что отношения России с Германией были бы очень счастливыми, лучше, чем с Америкой, мы нужны России, вы имеете все сокровища, которые нужны и вам, и Германии, и миру, а Германия имеет ноу-хау к ним, можно было по-настоящему взаимовыгодно и прогрессивно дружить, как экономически, так и политически, спасибо вам. Ну что ж, вот такой вот у меня получился ролик, обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо, кто помогает каналу донатами, пока! Субтитры сделал DimaTorzok